Я Жанна Утарбаева, это 365.Инфо. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об авантюризме, о том, кто как несет свой крест и легко ли быть знаменитым. У нас в гостях известный тележурналист Владимир Рерих. Здравствуйте, Владимир Рахмадьянович! Здравствуйте! Тот авантюризм, в который вы просто вдались в 2012 году, какой ценой он вам достался? А о каком авантюризме идет? А вот я говорю о вашем переезде в Германию. Его трактуют как угодно. Это какая-то авантюрная была сделка или это все-таки какая-то печальная история? Ну, всякая отделка должна быть авантюрной, иначе это не сделка, а скучная и малоперспективная. Зная вас, я думала, что это авантюра. Ну, в этой авантюре было много добропорядочного и хорошо просчитанного. Если бы не целый ряд обстоятельств, которые постигли моего работодателя в Германии, я бы преспокойно и нес свой крест дальше там. Но мой работодатель разорился, что, увы, часто случается на благословенном Западе, причем разорился в пух и прах, до донышка, в клочья. Ну, не благодаря вам, я надеюсь. Ну, что вы, я уже застал, когда его лайнер пикировал. Он меня скрыл это, к сожалению, я бы, наверное, и не решился, но тот же Пастернак, начало было так далеко, так робок первый интерес. Ну, а потом началось тоже, как и у Пастернака. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требуют с актера, а полной гибели всерьез. Вот мы и погибли. С этим проектом это был проект IT-телевидения, русского телевидения в Берлине. Ну и более-таки... Я не должен был тащить этот проект. Я открыть должен был этот, поскольку предполагалось, что у меня солидный такой профессиональный бэкграунд. Я уже это делал когда-то, работал на телевидении, управлял телеканалом, причем открытым, эфирным, большим и так далее. Вот поэтому, собственно, я был приглашен. Но независимым ни от меня, ни от моего работателя. То есть? Обстоятельством так называемые конкуренты оказались хитрее, коварнее, мудрее. И пустили наш поезд под откос. А что-то... Ну, как бы получилось что-то сделать? Какие-то проекты? То есть вообще все это время чем вы там занимались? Зачаточные, эмбриональные. То есть была техника, были хорошие камеры, было помещение для студии. И было много гостей. Берлин такой город, туда постоянно приезжают различные, очень разнообразные, интересные люди. И со всеми с ними я встречался. Стас Садальский, Иосиф Кобзон и так далее, и так далее. Все они в берлинской атмосфере ведут себя гораздо более раскованно, чем, скажем, в Алма-Ате или в той же Москве. С них пропадает какая-то спесь. Они очень интересные, открытые для общения. И все это я снимал, монтировал. И выкладывали где-то на YouTube, чтобы такие эти лейдинские банки заряжались. А потом все бы это выстрелило и так далее. Но не суждено было, не суждено. Не дал Бог нашему змею крыльев.